Почему такое вот дождество будет верным? Ну, давайте подумаем, почему оно будет верным. Ребята, если честно, философия, причин я не знаю. Явное вычисление. Давайте сделаем так. У нас есть число. Давайте все модно уберу и считаю, что все хорошо. Итак, у нас есть число. 2ху плюс х плюс у плюс 1. Замечательно. Теперь надо понять, что происходит с этим числом при прибавлении к х единицы. Ну, понятно, что 2ху плюс х плюс 3у. Понимаете, да, вместо х я написал х плюс 1. Значит, 2ху и 2ху, х плюс 1 дало нам лишнее 2у, плюс х и плюс 1, конечно. И плюс х плюс 2. Плюс х и плюс 2. Так, нахватывай. Все понимают, что я делаю? Я прибавляю уху. Я прибавляю уху единицы. Получилось плюс 2 здесь, а здесь прибавилось 2у. Это 3. Отлично. Теперь я здесь прибавляю у единицы. Ну, понятно, что получается. 2ху плюс 3х плюс у и плюс 2. Отлично. Отлично. Теперь я должен, вот я здесь прибавляю у единицы. Теперь я должен сюда сдвинуться, прибавить единицу еще к х. Получится 2ху плюс 3х плюс 3у и плюс 3. Нет, 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 плюс 3, плюс 5. Плюс 5. Так, господа, все стираем. И я сейчас пишу алгебраическое тождество. Алгебраическое тождество выглядит так. 2ху плюс х плюс у плюс 1 умножить на 2ху плюс 3х плюс 3у плюс 5 равняется. 2ху плюс х плюс 3у плюс 2 умножить на 2ху плюс 2 умножить на 2ху плюс 3х плюс у плюс 2. И ко всему к этому еще добавить единицу. Нужно доказать, что выполняется такое равенство. Давайте поднимаем. Ну, один способ, конечно, там можно. Раскрытие скобки вы абсолютно правы. Способ состоит в том, чтобы раскрыли скобки. И, между прочим, это не так трудно в этой задаче. Потому что, в конце концов, ну что, у нас в левой части 16 членов, в правой части 17. Всего-то там 33 слагаемых. Ребята, почему я сейчас не буду это делать, и все равно утверждаю, что на самом деле трудно слагаемых. Легко докажем без всякого перемножения. Вот интересно. Все понимают, как такие вещи доказывать без длинных алтаричных форм. Да, как? Посчитать коэффициенты. Посчитать коэффициенты – это способ перемножать, только как бы оформляя это по-зубому. Вы правы, иногда это бывает быстрее, посчитать коэффициентами. Но в данном случае даже это не нужно. Можно вынести скобок и разделить? Не надо ничего выносить. Надо произнести следующее слово. Давайте рассмотрим это выражение как многочлен от Y. Давайте подумаем, в какой степени это многочлен? Вот Y в какой степени не скучает? Максимально. Вторая. Вот здесь максимально в первой. Здесь максимально в первой. Значит максимально в какой? Второй. Максимально в вторую. Правильно? Не здесь тоже максимально в вторую. Но! Что нам говорит Максим? Максим говорит, что коэффициент при Y квадрат, он чему равен? 2X. Вот здесь вот это будет 2X плюс 1, а здесь это будет 2X плюс 3. Согласны? Угу. Замечательно. А здесь коэффициент будет при Y 2X плюс 3, а здесь будет коэффициент 2X плюс 1. Коэффициент при Y квадрат что? Равно. Совпадает. Совпадает. Согласны? Угу. Отлично. Секундочку. Освободны члены. То, где Y вообще нет. Здесь X плюс 1, здесь 3X плюс 5. Здесь X плюс 2, 3X плюс 2, а здесь 1. Но вот это, к сожалению, надо выписать. И X плюс 1. Что там дальше? 3X плюс 5. Здесь свободно и члены. И X плюс 2, а здесь свободно и члены, потому что биды Y. 3X плюс 2 и плюс 1. Господа, как вы думаете, это так или не так? Да. Ну видно, 3X квадрат плюс 8X плюс 5. 3X квадрат плюс 8X плюс 5. Отлично. Секундочку. Значит так. Свободный член совпал. Коэффициент при Y квадрат совпал. Что там могло не совпасть? 3X. Коэффициент при Y. Значит, если у нас есть много член, то это произведение Y на что-то, что не зависит от Y. Согласна? Да. Замечательно. Маленькая проблема. А вы понимаете, что эта штука симметрична относительно X и Y? Угу. Эта штука симметрична. Значит, она должна иметь и такой вид. Это должно быть X умножить на что-то от X независимое. Значит, если внимательно посмотреть, то ответ должен быть каким? Констант. Нет. Так что-то от X независимое. Y умножить на константы. А здесь что-то от Y независимое. Если я X и Y вынесу, то будет что-то независимое ни от X, ни от Y. Константа. Значит, это будет что? Константа. Какая-то константа умножить на X и Y. Согласна? Все понимали? Замечательно. Осталось взять и в качестве X и Y подставить в выражение единицу. Все понимают? Что у нас тогда здесь придет? 5. Здесь будет сколько? 13. 13. Это тоже сколько? 65. Здесь будет единицу. Что это повторяешь? 8. 8 и 1. Получалось там 65 и там 65. Получилось что? 100. А? Дружкость. 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 И вот, заметьте, я сейчас доказал человеческое правительство. При этом я не вскрывал сколько? Я рассуждал об этом многочлене. Дело в том, что если вы будете подписывать 33 члена, то обязательно где-нибудь опишетесь. И потом разбирайся, где вы там ошиблись. Когда вы так вот логически обсуждаете, а теперь следует, на самом деле даже это я мог вообще не делать. Я объясняю почему. Мы с вами проверили, что это тождество выполняется в такой вот определенной области. Ребята, а вы никогда не задумывались, что если у вас многочленная второй степень, то у него, извините, больше как и не бывает. Поэтому, если у вас вдоль какой-то прямой выполнилось в трех точках, то это уже означает, что многочлен вообще в ноль. А если он вырождается в ноль, там, по трём прямым, то вообще у него шансов нет, он просто абсолютно ноль. То есть, когда у вас алгебраическая какая-то штука, она не может в большом количестве точек. Вот функция символов может. Понимаете, да? Символ периодической функции, бесконечно много раз принимающего значения. Замечательно. А вот многочлен так не может. Ну, видите, ноль, ноль, ноль. И вот у многочлена так не будет. Спасибо.